Ольга Ермилова, у нас сегодня с вами прямой эфир, наконец-то я вернулась в Киев. Это значит, что будет много классных эфиров, и сегодня мы поговорим с вами на очень, на самом деле, важную тему. Пусть она вам не покажется сейчас достаточно банальной и травиальной, что в смысле, как это не попадать в неприятные ситуации, я и не попадаю, и вообще неприятные ситуации всегда со всеми случаются. Давайте сейчас это все уберем, на самом-то деле, темка гораздо глубже, чем вам может показаться. И я сегодня хочу ее сильно поковырять, дабы вы увидели, каким образом вы в свою жизнь притягиваете приключения, которые вам не нужны, уж поверьте мне. И поскольку я изучаю, точнее, занимаюсь изучением влияния наших мыслей, влияния нашей энергии на создание нашей реальности, потому что, согласно квантовой физике, все в мире есть энергией, и недавно достаточно было открыто уже величайшими умами этой планеты, что сознание человека формирует из энергии ту реальность, которую мы, собственно, сами себе и способны представить в своей голове. Если будут какие-то вопросы, я буду, дам на это время, я не буду сейчас отвлекаться, простить и читать, потому что иначе у меня будут уходить мысли не в ту сторону, и это будет у нас эфир «Вопрос-ответ». Мне бы сегодня хотелось донести до вас главное, поэтому я бы попросила, чтобы вы внимательно послушали, и затем обязательно я дам время для того, чтобы мы могли с вами поднять и раскрыть те вещи, которые вам не нужны. Во-первых, начну всегда с того, что тема не рождается просто так. Я не беру ее из головы, не придумываю такая, не сижу и не думаю, господи, что будем такого рассказать? Нет, тема «Подкидывайте вы мне сами». И сейчас тема родилась с очень интересной ситуацией. Дело в том, что, возможно, есть среди вас люди, которые подписались на меня по рекламе, где я предлагаю бесплатно скачать свою книгу. И эта книга абсолютно бесплатна, нужно зайти, оформить заказ, и мало того, после этой книги есть еще большое количество подарков, которые получают люди абсолютно бесплатно. И поскольку я привыкла уже к своей аудитории, большой, которая у меня есть, которая прекрасно знает мой характер, которая вообще знает меня, я привыкла общаться с людьми, с которыми у нас строятся отношения, ну, не то чтобы на доверии, но мы не ждем друг от друга ничего такого. Но что случилось удивительного? Люди присылают мне запросы в директ, где они пишут о том, что они хотят получить этот подарок, так как это написано. И у огромного количества людей, ну, примерно у процентов 30, считают очень много, начинаются ко мне обязательно претензии. Везде обман, вы хотите с нас денег, опять надувательство, как-то брехня мне написали, брехня. Вот, везде все только и делают, что надувают. И даже под рекламным постом написано очень много негативных комментариев, что все везде разводилово, да ничего вам умного не скажут. Речь идет о чем? Речь идет о том, что огромное количество людей, и мы тоже с вами такими являемся, но в каких-то других ситуациях, изначально запрограммированы на какую-то негативную ситуацию. То есть, представляете, вот давайте будем рассматривать ситуацию. Вот человек имеет возможность получить на самом деле, честно, без денег, книгу на тему, которая ему интересна. И он, еще не получив ее, еще даже очень многие люди, кстати, там есть условия написать в директ, многие люди не пишут в директ, пишут комментарии, и уже недовольны, что их обманули. То есть, человек вот изначально, и у некоторых фразы, знаете, как начинается? Это очередной развод, опять развели, что снова? А некоторые люди удивительным образом пишут, что неужели бесплатно? Неужели мне может быть какой-то подарок? Подумайте о том, какой внутренний настрой есть у человека. Каким образом вы можете в жизни что-то получить, если вы изначально уверены в том, что вы этого не получите, и что вас либо обманут, либо это невозможно? Вы можете сейчас сказать, Оля, ну я так никогда не делаю в книгах. Ну, конечно. Я очень хорошо помню, например, такой классический случай, когда я училась в школе, и нужно было поступать в университет. И в Киеве одним из самых престижных университетов является университет Шевченко. И я помню, как многие знакомые говорили о том, что без денег туда поступить невозможно. Тогда была такса, я помню, которую называли 10 тысяч долларов. Я, будучи отличницей, даже не пробовала туда поступить, потому что я знала, что у меня нету 10 тысяч долларов. Но у меня были другие одноклассники из бедных семей, сильно бедных, ну то есть прям бедных, и они туда поступали, потому что они не знали, они были настолько бедны, что они про деньги, они в таких кругах, как я и моя мама, наверное, не вращались, где про деньги говорят. Они просто шли и поступали. А я была уверена, что это невозможно, что невозможно поступить в ВУЗ без протекции, невозможно поступить без денег. И поэтому я поступала сразу же в другой ВУЗ на контракт. Сначала в один, а потом во второй. Несмотря на то, что у меня были финансовые большие проблемы, ну у моей мамы, да, она брала эти деньги в долг, но это была внутренняя уверенность. Так вот я вам хочу сказать, что когда вы в своей голове изначально имеете программы, а это именно программа, когда вы в чём-то уверены, в позитивном или в негативном, это является вашей жизненной программой, то, что мы называем убеждением. Большинство из нас не знают, откуда у них убеждение о том, что они красивы или, например, некрасивы. Знаете, вот бывает, я общаюсь с девочкой какой-то, а она говорит мне, Господи, ну я вот не могу смотреть, конечно, например, на свой нос. А я смотрю на её нос и не могу понять, а чего она на него смотреть не может. Я говорю, а прости, а что с твоим носом не так? Она говорит, ты что, издеваешься? Ты не видишь, он ужасный, вот и ты издеваешься. Я опять смотрю, вглядываюсь в её нос и не понимаю. Да, конечно, бывают какие-то откровенные вещи, но в 99% случаев мы видим свои недостатки, а другие их не видят. Я недавно рассказывала о том, как я пришла к пластическому хирургу, которого мне порекомендовали, по вопросу, значит, там, по глазам, короче говоря. Я пришла, я говорю, вот вы знаете, мне, наверное, я хочу себе сделать эту операцию. Точнее, я ей позвонила. А она говорит, ну, приходите. Я пришла в тёмном коридоре, она меня встретила, она шла с другой стороны, она меня увидела, был тёмный коридор, я стояла напротив окна, а она мне говорит, вы можете даже не заходить? Вот так она идёт навстречу и говорит, вы можете даже не заходить, я вам ничего делать не буду, у вас нету показаний. Я ей говорю, ну, подождите, это вы меня со стороны видите? Мне 37 лет, я ей кричу. Ну, типа, мне не 20, мне 37, я уже взрослая женщина, мне уже пора. Она мне говорит, вы же смеёте, сидите отсюда. Она вот так говорит мне. Это человек, который занимается пластической хирургией, который берёт деньги. Я говорю, подождите, мне в другой клинике уже назначили. Она говорит, да идите, идите, говорит, если вы больная на голову, валите туда, в другую клинику. Вы чего ко мне пришли? Я говорю, ну, потому что мне сказали, что вы хороший хирург. Она говорит, поэтому я вам и говорю, валите отсюда, я ничего вам делать не буду, вам ничего не надо. И вот знаете, история про то, что мы сами себе в чём-то, во многих, мы сейчас не о внешности, а вообще, в том, что мы сами себе создаём программы, определяет то, что мы имеем. И я хочу, чтобы вы понимали, что эти программы у вас созданы. И что, первое, если вы в жизни ждёте постоянно, что вас обманут, если вы постоянно ждёте, что там, ну, не знаю, знаете, как у женщин часто опять-таки бывает, я помню более в таком периоде, когда я встречалась с мужчинами, да, как бы не была замужем, когда у нас есть какие-то свои вещи, там, не знаю, типа, там, знаете, живу, кот у меня дряблый, ну, такой вот, там, ноги толстые, да, или там, не дай Бог, какие-то сексуальные отношения, там, куча у женщин, там, выключи свет, ну, потому что в 19 ты несовершенна, ты чувствуешь, что ты далека от идеала, там, и вот эти вещи, они в нас и программируют дальнейшее наше поведение. Мужик вообще не понимает, он, блин, на тебя смотрит, у него слюни текут, всё, а ты, значит, там, складку у себя, там, где-то там нашла, значит, её и думаешь, он сейчас сволочь на неё всё время будет смотреть, на эту складку, ты же её там не подретушировала, помните, была серия «Потрясающая в сексе город», я обожала этот сериал, когда, я забыла, как звали, чёрненькую героиню, простите, это было давно, когда у неё было там свидание с её потенциальным будущим мужем, и она так сильно, ну, она, по-моему, поправилась, там, не помню после чего, короче говоря, она себя в клейкую ленту, значит, в плёнку замотала, и она на огороде, там, на каком-то, начала, значит, там, качать пресс, отжиматься, значит, делать все упражнения, или это Саманта была, господи, я уже не помню, нет, по-моему, это была вот всё-таки чёрненькая, и, короче говоря, и он пришёл раньше, и он заходит, смотрит в этот огород, значит, там, травка, и она, значит, там качает этот пресс, и она орёт, он её увидел, он говорит, что ты делаешь? Она говорит, ну, понимаешь, что у нас сейчас могут быть с тобой сексы, я недостаточно хорошо выгляжу, и он на неё смотрит, ржёт просто, то есть, вот, это история про нас. Так вот, на самом деле я даю вам гарантию, что у каждого из вас, из нас есть такие программы, которые формируют нашу реальность, такую, какой мы её делаем, и это нам очень сильно мешает, то есть, я поражена, как много людей, обычных, да, вот, которыми сейчас я начинаю ознакомиться, как многие люди, ещё ничего не получив, начинают кричать брехня, обман, а кто-то, знаете, что говорит, бесплатно, да бесплатно быть ничего не может, а там есть в этой книге кнопка оформить заказ, и у половины сразу же, это вы меня так надуть решили, это вы мне продаёте, и такая агрессия у людей, и что я даже не понимаю, как они живут в жизни, потому что изначально настрой на войну, то есть, просто, они уже видят, что, значит, надо денег заплатить, там нету кнопки, ноль написана цена, оформить заказ, цена ноль, но люди видят, что, значит, их надувают, запомните, если вы видите, что, вот видите, я имею в виду, у вас внутренне, вам кажется, что над вами издеваются, конкуренты за вами следят, ваши подруги вас обсуждают, когда вы идёте, другие люди шепчутся у вас за спиной, что все знают там что-то, вообще запомните, первое правило, с которым нужно вообще подружиться, оно мне очень помогает, всем на тебя плевать, я себе всегда это говорю, Оля, всем на тебя плевать, то есть, по большому счёту, с чего ты взяла, что другие люди должны думать о тебе, жить тобой, обсуждать тебя, с чего ты взяла, что это кому-то интересно, почему ты считаешь себя настолько офигительной, что кто-то должен своё время тратить на тебя, да если он тратит, то пусть тратит, но тебе париться о том, кто что подумал, кто что это, знаете, вот как раньше там, господи, как же я пойду, что же обо мне люди скажут, это вот по стилю одежды, я очень хорошо помню, как зима, ты надеваешь каблуки, если ты надел шубу, потому что, ну как так, это сегодня я могу, я это называю гангстерский стиль, сегодня я надеваю шубу, а шубу надеваю только по причине того, что очень холодно, она реально гораздо теплее всех пуховиков, я надеваю шубу на худи, могу надеть, ну уги у меня уже нету, ну какие-то странные тапочки, в которых мне будет тепло, шапку напереть, сверху капюшон, и соболя сверху надеть, и прекрасненько себя чувствую, вообще офигенненько, вообще мне плевать, думает обо мне кто-то, не думает, я знаю, что когда вот я обращаю внимание на людей, там в магазинах, иногда фокусирую на них зрение, внимание, я вижу, что они могут очень странно выглядеть, но мне-то вообще пофиг на них, вот вы должны осознавать этот момент, что всем вообще на вас пофиг, и это очень помогает, но есть люди, которые при этом умудряются обижаться, как это всем на меня пофиг, это же, что же такое, эта история имеет продолжение в следующем, мои близкие меня не поддерживают, моя мама реагирует вот так вот, а скажите, пожалуйста, почему ваша мама вас не поддерживает, она вас поддерживает, но по-своему, например, вы приходите маме и говорите, мам, я тут прошла Оля, рерайтер жизни, я начинаю свою жизнь по-другому, я теперь буду делать то, что я захочу, мама, я неправильно жила, и вы ждете, что мама сейчас скажет, ой, какая ты молодец, но мама-то, у нее же другие взгляды, она вас по-другому воспитывала, она сама по-другому росла, и мама вас оберегает, она говорит, ты что, тебя сейчас обманут, ты что, мама боится, что вы упадете, что вам будет больно, что произойдет что-то, мама в другой теме, и вы считаете, что мама вас не поддерживает, но она вас поддерживает, она вас поддерживает в своей картине мира, потому что у каждого из нас есть свое восприятие, я, например, на Мальдивах, выкладываю видосы, Какие разные реакции мне пишут и в личку, и там есть открытые комментарии. Одни люди пишут, вау, как здорово, мы так рады за тебя, Оля, там класс. Кто-то говорит, вау, как вы красиво живете, там, да, не зная всей моей истории, как вы красиво живете, это прекрасно. Кто-то говорит, ты чё, коза, это выкладываешь, ты специально нас дразнишь, ты показываешь, что ты крутая, как одна тетя мне написала. Вы знаете, чем вы хвастаетесь, половина людей в нашей стране не может себе позволить Мальдив. Я говорю, вы знаете, 99% не может в нашей стране позволить себе Мальдив. Вообще Мальдива себе может позволить от силы 5% населения мира. Но Серёжа сейчас вот там за стенкой будет кричать мне, что меньше. Вот восприятие разное. Кто-то считает, что ты хорошо живёшь на зло ему, кто-то считает, что ты ведёшь свой Инстаграм на зло ему. И в разные периоды времени мы сами как-то считаем и сами этой информацией можем располагать. Так вот я хочу, чтобы вы понимали, что ваше восприятие мира, ваш настрой определяет в результате то, как вы живёте, что это не просто ваши мысли, типа, да, подумаешь, как я думаю. Запомните, глобальное значение в вашей жизни имеет то, как вы думаете. И если бы вы с детства учились думать, не тригонометрии, мать ваша, у нас учили, не интегралом, не какой-то хуйне другой, а нас бы учили думать, то результаты наши были бы куда получше. Но, как говорит мой супруг мудрый, государству невыгодны умные мудрые люди. Умные люди сами себя сделают. Это очень небольшой процент. Всё остальное нужно стадо, которое будет обслуживать мир, которым можно будет руководить, которым можно делать войны, которыми, ну, в общем, играть, да, можно. Но это как бы другая история. Я, например, я, наверное, по природе своей диктатор. Я управленец, я организатор. Но у меня есть такая очень интересная опция. Я за экологичность. Ну, то есть я обожаю управлять, например, большими массами людьми, но я внутренне не могу себе позволить управлять так, чтобы это было во благо мне и во вред остальным. То есть я верю не в карму, но я верю в то, что эта энергия, и когда ты ей обладаешь, она может быть как позитивной для тебя и для других, так и страшно разрушительной. Так вот я боюсь разрушительной энергии, она меня не греет. То есть историю про то, чтобы собрать большую войну и повести, значит, против другой страны, чтобы почувствовать себя лидером, это как бы не моя песня. Ну вот, то есть я не готова, несмотря на то, что в этой истории есть очень много того, что мне по природе близко. Поэтому это уже следующая история. Я хочу, чтобы вы понимали ещё раз, что ваши мысли напрямую определяют то, что вы получаете по факту. И если вы позволяете себе и так включаете в свою голову историю про то, что когда меня обманывают, или что это невозможно, или что всякий раз, когда я сталкиваюсь с мужчинами, это всё заканчивается одной и той же ситуацией, или что мужчина, с которым я жила, и мы развелись, он сейчас не платит алименты, он козёл, и значит, все мужики козлы, и значит, вот я хочу, чтобы вы понимали, что природа этих мыслей никогда не даст вам расцвета, удачи, денег и других вещей. Я хочу, чтобы вы это осознавали. Я недавно, не недавно, наверное, месяцок назад делала классный эфир, мне кажется, по поводу разводов и по поводу того вот этого обвинения, ну вот по поводу разводов, там было очень много информации. Я очень часто сталкиваюсь от женщин, что они говорят, ну а как пережить? Он козёл, он, значит, не платит алименты, он там ещё что-то. Я всегда говорю ей, ну послушай, ну это же и твои дети, ну это же и твои дети, это и твоя сейчас жизнь. Ну да, ты выбрала не того мужчину, что-то в ваших отношениях пошло не так, и он выбрал не ту женщину, но вы как бы не попали в твоё, но у вас у каждого остаётся жизнь, и он делает свой выбор, ну в пользу какой-то жизни, но ты делаешь сейчас выбор в свою пользу, а в свою пользу это значит понимать, что любая травля, любая ненависть, любая агрессия, любая вот эта твоя обида, вот пока вы этого не знали, вы могли спокойно жить, я всегда об этом говорю, сейчас вы об этом знаете, это всё разрушает не его, а вас и вашего ребёнка, понимаете? Поэтому, когда вы настроены на то, что они козлы, что вы ещё, многие женщины обязательно своему мужу говорят, да, ой, мужу, своему ребёнку говорят, что твой папа козёл, вот когда вы говорите, что папа козёл, просто запомните, девочки, вы своему, своей дочери или своему сыну ставите крест на личной жизни, счастливой, просто запомните, любые обвинения в сторону одного или второго родителя на глазах у ребёнка, вы просто портите своему ребёнку личную жизнь, вот то, что я называю программами, ваш ребёнок не вспомнит потом, почему он ненавидит женщин, или почему у него неприятие какое-то, он не вспомнит, но в детстве эти программы записываются очень глубоко, потому что для ребёнка, например, слёзы мамы или скандал родителей, это настоящая трагедия, вспомните, ну, например, не дай Бог, сейчас что-то случится с вашим родителем, это будет очень неприятно, но вы взрослый человек, вы самостоятельный, да, а для ребёнка вы вселенная, у него нету ничего другого, и когда он понимает, что его вселенная может там разрушиться, или что она плачет, она ссорится, она переживает, для него это дикий страх, эмоциональный, а на диком эмоциональном страхе записываются все наши программы, и они падают в подсознание, понимаете, они падают в подсознание, поэтому, когда вам очень хочется сказать, что папа козёл, когда вы, ну, развелись вы, ну, ссоритесь вы, вы должны понимать, что вот у нас с мужем тоже такие вещи присутствуют, вы не думаете, что мы, блин, тут сидим и чмокаем друг друга в щёчки, тоже бывает, хочется хуями покрыть, причём с обеих сторон, но мы договорились, что как-то хуями биться не при детях, потому что мы хуями сейчас побились, а потом, понимаете, другое сделали этими же местами, а для ребёнка это страшный, дикий стресс, который его пронизывает, и вы вот такими вещами создаёте себе и своим детям замечательное в кавычках будущее, тут тоже нужно немножечко этого эгоизма включать, поэтому ещё раз, ваши мысли, я буду вам это говорить постоянно, ваши мысли создают вашу реальность, и если вы ждёте говнеца, если вы ждёте, что будет что-то плохо, то не удивляйтесь, что вы это дождётесь, мало того, вы не просто это дожидаетесь и скажете, ну, оно бы всё равно произошло, секретик в том, что оно бы не произошло, секретик прост, оно бы не произошло, скорее всего, потому что ваша мысль имеет мощную энергетическую вибрацию, мощный луч, это как сидеть по телефону, вот смотрите, чтобы было понятней, нам с вами ровным счётом мы не понимаем, как устроен физически наш мозг, да, там, как он работает, ну, вы типа слушаете и думаете, Оль, ну, что за бред, ну, смотрите, чтобы вам было больше понятно, я всегда привожу этот чудесный пример, посмотрите на телефон, вам понятно, как он устроен, как он работает, вам понятно, как я сейчас сижу на экранах ваших телефонов, вам понятно, что если вы сейчас не будете нажимать на кнопку, то вы не позвоните своей маме или подружке, а если нажмёте, то позвоните, по сути, будет только одно отличие, вы или нажали, или не нажали на кнопку, вы не понимаете, как это происходит, но это происходит, вот точно так же происходит и у нас, с нашими мыслями, понимаете, вы можете в это не верить, но эта история такая же, как с мобильным телефоном, то есть мы не можем это до конца объяснить, мы можем в этом разобраться, но мы не хотим, вам же не нужно обязательно понимать, как устроены эти волны, частоты, энергии, молекулы, оно вам надо с телефоном соображать? Нет, вам нравится, что вы нажали на кнопку и позвонили маме, то же самое и здесь, вы должны понимать, что если вы эту мысль проецируете, если вы ждёте, что это развод, вы даже, вот понимаете, парадоксальность в чём? Люди, о которых я начала рассказывать вначале, они уверены, пишут мне и уверены, что это развод, а это не развод, то есть они не притянули это в свою жизнь как развод, но они настолько уверены, что это развод, что они меня не слышат, они находят не в разводе, в честности, они находят развод, вы понимаете, в чём опасность? В том, что в какую бы ситуацию вы тогда не попадали, вы всё равно будете видеть только это, это как очки, или фильтр розового цвета, вот есть в инстаграме забавный фильтр, который всё зелёное превращает в малиновое, и вот понимаете, неважно, оно малиновое или не малиновое, оно превратится, опасность жизни в том, что вы будете находить говно даже там, где его нет, и глядя на конфету, вам будет казаться это говнище, вы понимаете, что так невозможно создать нормальную жизнь, вы будете приходить на работу, устраиваться на ту, которую вы хотите, и при этом считать, что нет, они пошутили, как часто говорят, меня не могли взять на эту работу, я не пойду туда работать, они будут с меня смеяться, ну хочется сказать, ты что вообще головой тронутый, тебе дали работу, нет, я не верю, или когда мне подружка говорит, он меня не мог пригласить на свидание, ты видела этого мужика, я говорю, ну он же тебя пригласил, он меня пригласил, чтобы меня высмеять, высмеять, что, что, what are you talking about, хочется спросить, вы что, типа, are you crazy, нет, но, наверное, да, и вот эти сумасшедшие штуки, вы умудряетесь встраивать в свою жизнь, частые истории, про то, что вот, когда вы начинаете повторять тоже одну из любимейших фраз, у меня нет денег, вот что мне делать, я говорю, ну сделай это, а у меня нет денег, а ты кушаешь каждый день, кушаю, а на транспорте ездишь, ездишь, но ты же как-то находишь на это деньги, вы должны понимать, что установка у меня нет денег никогда не даст вам денег больше, это же непонятно, вы должны понимать, что когда вы говорите, что я в долгах, как в шелках, и всегда, часто мне люди такое пишут про рерайтер жизни, я бы к вам пришла, но у меня нет денег, и не будет, и у меня полно, я в долгах, как в шелках, и никогда из этого не вылезу, у меня немой вопрос, вы не боитесь своих слов, вы вообще соображаете своей тупой башкой, хоть что-нибудь хочется мне спросить, просто хочется иногда взять за волосы и об стенку пошвырять, и сказать, сучка, ты проснись, алло, что вы делаете, люди гребаные, что вы делаете, что вы говорите, вы хоть чуть-чуть свою кукушку включаете, хоть иногда, и вот мы с вами такие сейчас смеемся, такие, знаете, типа образованные, а вы себя где-нибудь словите, словите свою кукушку, вы увидите, что ваша кукушка порой просто выдает гениальные вещи, просто выдает гениальные вещи, и вы даже этого не соображаете, не слышите себя со стороны, почему заставляя людей писать, потому что, когда вы начинаете, мать вашу, писать, осознанные люди, сразу же, fucking shit, все это вылазит, вы это пишете, я говорю, ты читаешь, что ты пишешь, ты с этим живешь, и ты говоришь, я такой весь осознанный, я такой весь это, я такой весь, нет, ты не осознанный, всех не спасти, говорите вы, а если можно, а попытаться, знаете, вот эта история про то, что не стоит и пытаться, все равно не получится, я верю, я верю, что одни сдохнут, вторые выживут, ну, ну а как, вот коронавирус пришел мне на пользу, еще что-нибудь придет на пользу, но если люди тупят, не всем дано, но с чего вы взяли, ну вот с чего вы взяли, что не всем дано, в том-то и ржаках, что дано-то всем, понимаете, всем, сука, да, мозг, всем да, я бы не дала половине людей, я считаю, что их надо вырезать, но он дам всем, мать вашу, всем, всем, и страной руководят очень часто люди, которые жили в селах, в жопах, ездили на тракторе, в говнище, в навоз ступали, но у них мозгов, но у них мозгов-то было больше, потому что они своим мозгом пользовались по назначению, в какие-то моменты, понимаете, а мы тут такие, ну не всем дано, ну всем дано, вот, вот и прикол в том, что дано всем, нету ни одного человека, который бы родился без мозга, есть кто родился без руки, без ноги, блин, без чего-то, а без мозга нету, все родились с мозгом, понимаете, все, ну части, зачем людям мозг, непонятно, поэтому, хорошие мои, дорогие люди, я хочу, чтобы вы понимали, что вы, мать вашу, несете ответственность за то, что в вашей бошечке, понимаете, вы несете ответственность, и когда вы жалуетесь на свою реальность, вы просто должны понимать, что это вы ее тут создали, и что это вы, попробуйте день поговорить, позаписывайте себя, и потом послушайте, вы будете удивлены, какие интересные вещи вы рассказываете, вы будете прям удивлены, вы скажете, неужели это я говорю, вот вам история жизни, сегодня, тут мой муж раскручивал детскую стенку, решили ему, что пора избавиться от этой стенки, потому что наши дети разгромят, как это говорится, правильно, ну в общем, разнесут всю квартиру, он ее раскрутил, и она как-то шваркнулась, и шваркнулась таким звуком, что я подумала, что тут кого-то убили, ну просто огромная лестница упала, и суперосознанная Оля Ермилова, просто суперкрута, я пью кока-колу, пепси-колу, манго, а суперосознанная Оля Ермилова вылетает с криком, знаете, с каким, ужас, у меня вылезли такие глаза, как у мышки, которая какает, я себя услышала, я думаю, это не ужас, нельзя это говорить, я понимаю, что работаем, Оля, работаем, трансерфинг реальности, я не знаю, сейчас, как бы, я вам скажу так, что абсолютно все истории, в данном случае, я трансерфинг не читала год и два, если честно, и трансерфинг глубоко я не изучала, я его просто читала, но я вам могу сказать, что изучая другие системы, все об одном и том же, все об одном и том же, и это то, что больше всего меня поражает, почему вы не хотите этого научиться, ну мат вашу, ну объясните мне, ну почему, почему у вас, блять, есть время на то, чтобы учиться делать гребанные stories, почему у вас есть время на то, чтобы выносить друг другу мозг, бухать с подружками, жреть, ходить, заниматься всякой херней, а мозг свой научиться использовать под назначение, у вас, мать вашу, нету времени, объясните почему, вот просто возьмите мне и объясните, почему, почему, вот напишите мне, блин, почему, придумайте свою гребаную причину, это же поразительно, поразительно, я не понимаю, причем, чем больше, у меня, простите, гаснет экран, поэтому я в него вот такой пальцем, не знаю, что иногда с ним происходит, причем, чем больше я эту тему людям разжевываю, вот сегодня я написала пост, который получил достаточно маленький охват и интерес, хотя я там написала сокровеннейшую вещь, которая вернула меня на совершенно другой уровень жизни, нет, это не интересно, нам, пожалуйста, вот повеселее, проделать, не, не, а можно каким-то другим способом проделать, вот делать, это же надо все время делать, не, вот нам другой способ, вот запрос в интернете, как похудеть быстро, по-прежнему лидирует, по-прежнему лидирует, и людей, например, когда я выкладываю фотографию себя толстой и худой, уже просто заманалась, людей это интересует гораздо больше, как вы похудели, действительно, как же я похудела, как люди вообще худеют, какой сложнейший вопрос человечества, мать вашу, как люди худеют, не понятно, у меня гаснет экран, это же, понимаете, вот как это происходит, людям очень интересно, а вот как сделать свою жизнь нормальной, как выбраться из задницы, нет, удивительным образом есть товарищи, которые проходили у меня рерайтер жизни, искренне верю, что это особенные люди, говорят, Оля, я прошла у вас марафон, очень класс, замечательно, вот знаете, я каждый день что-то представляю, позитивно мыслю, ну там что-то делаю из того, что вы говорили, но что-то у меня не меняется ничего в жизни, говорю, а в клуб пошли? Мы же, говорю, в рерайтере жизни практики-то не делаем, мы же там другим занимаемся, ну нет, в клуб не пошла, а что? Ну, финансы, там смешная сумма, еще и с рассрочкой есть, вообще смешная, а что вы тогда от меня хотите? Чего вы от меня хотите, если вы не хотите действовать, если вы не хотите научиться, это знаете, как человек, который пришел на велосипед, посмотрел, узнал, как велосипед устроен, он понял, что на нем можно ездить, но не сел на него, и говорит, что-то я дома пробую сам, у меня не получается, непонятно, но потом идут дальше, нет, ну это все равно все не работает, это все равно все обман, вот знаете, люди, вы определитесь для себя, вы на какой стороне, вот знаете, с одной стороны, можно рассказывать о том, что, вам простые примеры даю, что, типа, быть худым, это сложно, это надо контролировать свое питание, это нужно тренироваться, короче, это очень тяжело, вот, есть люди, которые об этом просто говорят, что это очень тяжело, а можно просто быть человеком, который делает и прекрасно выглядит, и все, часто сейчас слышу, боже, вы родили твоих детей, вам 37 лет, вы так прекрасно выглядите, я вам скажу честную правду, я выгляжу обычно, я не считаю, что я выгляжу прекрасно, я считаю, что нормальная баба в 37, родившая двоих детей, должна хотя бы так выглядеть, должна хотя бы, можно выглядеть сильно лучше, вопрос, почему мы выглядим, блин, многие как бабы, почему на встрече одноклассников можно встретиться со своей бабкой, с которой ты сидел за одной партой, вопрос это, почему вы так уродуете свои тела, вот в чем вопрос, почему вы превращаете себя 37, 40, 50, это еще даже не половина жизни, почему вы так умудряетесь себя угробить, вы же рождаетесь красивенькими, что вы с собой делаете, бабоньки и мужики, у вас муж так охрененно выглядит, да не охрененно он выглядит, он нормально выглядит, почему в 30 лет у мужика уже живот закрывает писюн, простите, я не знаю, он же этот фартук поднимает, когда женщина ему миньет делает, и он такой сидит, вот на пляжах, я смотрю, сидит, у него фартушек такой сидит, такие, складки сидят, 35 ему, и лысина уже такая, и хочется сказать, ты скотина, ты что, с тобой не то, что трахаться не хочется, тебя дети в школу стесняются показать, 35 тебе, да, моему мужику 57, мне все, как ты со старой, да охуенно, у меня такой старый, которых у вас молодых нету, вопрос вашего отношения к себе, и ваших стандартов, заложенных в голове, ваших стандартов, никаких-то там, ваших, закладывайте себе крутые стандарты, кто вам сказал, что надо по-другому, представьте себе, каким вы хотите быть, я, например, в соточку представляю себя охуительненькой, я никогда не представляю себя с целлюлитом, нет его в моей жизни, не представляю себя старой бабой, и мой муж себя не представляет, сколько, сколько, 57, он наш сын старший, которому 32 будет, в худшей форме, сука, чем мой Сережа, в худшей, вопрос не в цифрах, вопрос вот здесь, вопрос не в каком городе вы находитесь, вопрос не в том, кто ваш мужик, и есть ли он у вас, вопрос не в том, сколько вы сегодня зарабатываете, вопрос в том, что вы сюда закладываете, сюда закладываете, вопрос в том, какие у вас цели, во сколько утра, в котором часу точнее вы поднимаетесь, что вы ставите себе на день, я просыпаюсь в 4.30 сейчас, вот приехала с Мальдив, в 3 часа у меня разница, на Мальдивах я просыпалась в 5, знаете почему? Да потому что я хотела жить там, я хотела там тоже работать, я хотела там медитировать, я хотела, я вставала с 5 до 6, проверяла всю свою почту, там темно еще в это время, в 6 часов начинался рассвет, я проверяла почту, отвечала на все, со всеми чатами там смотрела, что в 6 я шла на пляж, я делала медитации, я записывала медитации своим рерайтовцам, делала им видосы какие-то, в 6.40 я возвращалась в дом, будила своих, чтобы в 7 утра мы выходили на завтрак, потому что с 7 до 11 это время, когда возможно находиться на солнце, остальное время с 11 до 3 вообще невозможно, жарище страшное, я понимала, что с 11 до 3 мы снова будем находиться в нашем доме, поэтому я проживала жизнь со своей семьей, не спала там, не торчала там, зачем, зачем это делать, живите, и я когда общаюсь с некоторыми людьми, они такие в 10 проснулись, в 12 вышли, потом на работу пошли, куда-то там, у каждого разная своя работа, вы так кашу не сварите, вы так легендарную жизнь не создадите, она сама не происходит, эта жизнь, вы ее делаете, и она изначально рождается вот здесь, понимаете вы, люди прекрасные, вот здесь, это, мне говорят, как ты столько успеваешь, я сейчас проживаю очень интересную жизнь, потому что у меня есть два потрясающих ребенка, спортсмена, вот у Евы сегодня тренировка до 20-30, чтобы вы понимали, в 8.30 я ее поеду забирать с тренировки, в 8.30, Еве 6, в 8.30, у Алиса вот тренируется сегодня с 3 до 7, сейчас папа ее в 7 пойдет забирать, история про то, что жизнь должна, она все равно проходит, вы все равно это время просыраете, вопрос в том, что вы закладываете, какой результат вы хотите от этого получить, если вы не закладываете программу, если вы не вбиваете, не вставляете в себя график, вы деградируете, вам кажется, у вас есть иллюзия, что вы на самом деле живете, ни хера вы не живете, вы существуете, мы с вами живем одну и ту же жизнь, и одно и то же количество часов в сутках у каждого из нас, но результаты разные, а результаты разные не потому, что кто-то из нас хуже, умнее, талантливее, или какой-то другой, нет, у нас просто коробочки по-разному работают, мы в коробочки вкладываем разный материал, точно так же, как и едим мы все с вами каждый день, все едим, но вкладываем мы в себя разные продукты, понимаете, и в разном количестве, вот и все, поменяйте большое количество жрачки, на большое количество умственной пищи, создайте для себя яркую жизнь, это же гораздо интереснее, научитесь понимать свои мысли, научитесь понимать, что вы себе разрешаете, конечно, с установкой я ничего не успеваю, у меня сейчас дети, вообще сейчас не то время, много сейчас не заработаю, вы ни черта не достигнете в этой жизни, не пробуйте, у вас не получится, эта история, я все время говорю, как сжать газ и тормоз одновременно, машина рычит, вы не едете, зачем вы это делаете? Или пытаться включить интернет с выключенным Wi-Fi, ну типа, ну вы усиленно пытаетесь загрузить страницу, которая не грузится, зачем вы это делаете? Вы должны понимать, что ваша жизнь ровно такая, как вы ее сюда заложите, как этим пользоваться и как это управлять, ну мать вашу, ну найдите 5 баксов и придите на рерайтер, хотя бы на несколько дней, посмотрите, как я живу, посмотрите, как другие работают, ну посмотрите, ну факин щет, ну дайте себе шанс и возможность что-то поменять, ну ни черта не поменяется, если вы будете ничего не делать или если вы будете действовать по прежним моделям, вы что-то делаете, вы получаете результат, если вы кладете в мясорубку мясо, вы помидор оттуда не достанете, понимаете? Если вы всю жизнь кладете мясо, не будет помидора, а вы говорите, моя жизнь что-то не меняется, потому что вы ее не меняете, потому что вы не хотите ничего менять, послушайте, о чем вы говорите вслух, просто еще раз говорю, послушайте, сядьте и запишите свой монолог, И вы увидите, всё очень очевидно, всё сильно очевидно. Вот часто люди говорят, не, я потом, потом, потом у меня будет жизнь другая, а сейчас, а сейчас не закончится, сейчас не закончится. Вот я вам скажу так, я, например, сейчас приехала, у меня есть несколько грандиозных, больших проектов, которые мне нужно сделать, новых, новых для меня. Я открываю телефон, пишу, я очень продуктивна, но я иду на тренировку, я пишу в чаты, я, короче, я могу заниматься текучкой круглосуточно. И она у меня пожирает всё время. Мне некогда делать новое. И единственный шанс и возможность сделать новое, это не отказаться от текучки, я не могу от неё отказаться. У меня марафон идёт без отдыха, вот уже год, год. Вот этот месяц у меня будет год, как я веду рерайтер жизни без отдыха, без единого месяца. А параллельно с рерайтером жизни у меня идут несколько потоков клуба. Я каждый день на связи читаю, смотрю, пишу, и плюс параллельно вы видите, сколько контента я создаю. Я напоминаю, что я ещё мама двоих детей, ну и в общем, ещё иногда жена. В какие-то дни бываю, вспоминаю, что я жена. Так вот, единственная возможность сделать что-то новое, знаете, какая? Вписать это в график и дать себе слово, что я сделаю. И сделать каким-то удивительным образом так, чтобы время раздвинулось, и я создала это новое. Других вариантов у меня нет. Я не могу отдать детей в интернат, я не могу уехать куда-то сама на создание, не могу. Я не могу сказать рерайтер, сидите в жопу все, я сейчас, извините, вы поймите меня, вы же хорошие люди, у нас всё нормально, вы там сами с моими видео работаете, и окей. Я не могу. Ну, потому что это не отвечает мне. Мне, ну, у меня такая жизнь, я её себе выбрала. Но я знаю, что если я скажу себе, что мне надо это сделать и впишу это в свой график, то время раздвинется, и я это сделаю. И у вас всё точно так же. У вас не появится большее количество часов, но если вы научитесь управлять своим мозгом, и вы начнёте держать слово данное себе, вы научитесь быть гораздо продуктивнее. Я могу вам сказать, что вот среднестатистические данные, вот по тем, кто сейчас здесь находится, простите, я объединяю, я могу сказать, что вы используете приблизительно 15-20% своих ресурсов. То есть у вас ещё есть 80% ресурсов, вам кажется, что вы на сотку работаете, что у вас всё время занято. Но я вам клянусь, что вот если бы я вас взяла сейчас с себя, взялась за руку, вот, например, в личную какую-то работу, ну, я просто представляю себе, я бы вам ещё показала 80% вашей эффективности. А если совсем честно, то сотку, которую я считаю сотка, это приблизительно процентов, наверное, 50. То есть по сути можно и больше, понимаете? По сути можно и больше, это как вот тренировка в зале, можно прийти и тренировать себя 3 часа, ходить, там что-то отдыхать, а можно прийти и за 45 минут убиться так все группы мышц, что просто ты почувствуешь, что ты буйвол, с хорошим тренером. Ну, это просто вам пример. Но главная проблематика сегодня всё-таки не та. Главная проблематика та в вашей жизни, что вы сами себе наставили такое количество неосознанных, неосознанных, значит, вы даже не понимаете, что они есть, программ, и ожидаете от жизни то, что вы себе придумали. По сути вы себя засунули в коробочку, вы знаете, сколько вы можете заработать и больше не мечтаете, вы знаете какие-то свои внутренние ресурсы, сколько вы за день можете успеть, вы всё знаете. И в этом проблема. Потому что всё, что вы знаете, вы себя этим ограничили. Всё. Всё. Я знаю, это умею, это что-то. Это я в книжке читал, это мне очень нравится, это, знаете, категория угадывателей. Ой, это я читал в этой книжке, а это Ольга, вы об этом говорите. Класс, супер, отлично, молодец. Пять. Садись. Пять. Это школа. Пять. Всё, доволен? Пять. Давай, похвальную грамоту выписать тебе. Молодец. А в жизни чувствуешь жопу. Печалька. Недавно вас встретила, пока ещё слушаю, что-то притягивает, пока не пойму, что такое рерайтер. Рерайтер жизни – это марафон, который я веду, суть которого – создать вашу новую реальность и рассказать вам о том, каким образом ваши мысли создают вашу реальность. Мы пишем там книгу жизни, мы пишем книгу мечты, думаем и создаём ту реальность на бумаге, которую бы мы хотели, и принимаем это как план действий к навигации. Ну, это так, если коротко. У меня в профиле есть ссылка сверху в шапке в Инстаграме, есть ссылка на что такое марафон рерайтер жизни. Можно зайти, всё посмотреть, почитать, всё очень подробненько. Вот, поэтому заходите, изучайте, чтобы было понятнее. Немножечко больше. Сейчас рерайтер жизни стартовал февральский поток. В марте будет первый перерыв за год, когда я не буду вести марафон. Сейчас стартовал поток февральский. Есть ещё пробная версия. Пробная версия доступна несколько дней, потом она исчезает. Она сегодня ещё доступна. Суть пробной версии в том, что вы за 5 долларов 4 дня находитесь в марафоне, выполняете задания, вообще знакомитесь, понимаете, что это такое. Пишите 2 главы книги, слушаете мои медитации. Короче, включаетесь и пытаетесь понять, что это такое. Если вам нравится, вы можете остаться и продолжить марафон. Ну, это так, если совсем в краице. Что будет после перерыва, я ничего говорить не буду. Я привыкла говорить тогда, когда я точно уже могу сказать, что это есть. Поэтому пока ничего говорить не буду. Поэтому, друзья мои дорогие, я хочу, чтобы вы для себя осознали, что все истории про то, что вас обманули, про то, что вам сделают плохо, про то, что это невозможно, убирайте это. Это ваши первые ограничители возможностей. Я хочу, чтобы вы это понимали. И вы можете сегодня для себя сделать такое интересное упражнение. Взять и написать свои главные проблемы на сегодня. Вот то, что вы видите проблемы. Ну, так, знаете, например, мало денег, да, не те отношения. Ну, короче, неважно, у каждого свои есть. Выпишите это, а потом сядьте хотя бы над одной и поразмышляйте. А что вы думаете вообще на эту тему? Вот какие у вас есть мысли? Ну, вот, например, не те отношения. Что я вообще думаю? Я вообще думаю, вот у меня, например, до Сережи, у меня была такая интересная история. У меня были отношения, как, знаете, я как, вот когда говорят про грабли, да, вот это была моя история. То есть я все время попадала в круг одних и тех же ситуаций, ходила по кругу. Все время встречала один и тот же типаж мужчин, у меня были с ними приблизительно одни и те же отношения, и они одинаково заканчивались. И вот я так по кругу бегала в этой истории. И как раз, когда я пришла, мы с Сережей познакомились на тренинге, как раз, когда я туда пришла, я пришла уже с пониманием того, что я в цикличности, я в цикличности нахожусь. Я поняла, что это надо как-то разорвать. И я решила первым разрывом сделать то, что если я буду узнавать, то есть я буду напрямую у мужчины узнавать о его семейном статусе, потому что у меня почему-то был такой момент, что я с мужчиной этого не обсуждала, а потом оказывалось, что он женат. Вот. И я решила, что если мужчина женат, то все. Ну, как бы я сразу разрываю это, потому что я уже знаю, что будет потом. И вот когда у вас, например, ну, я находилась в таком очень, знаете, как все женщины, когда не складывается личная жизнь, тебе уже, мне было 23, я помню этот период, 24 даже уже, 24, тебе уже 24, уже кажется, что старость близко приближается, вот ты уже никому не нужна, будешь скоро. И что я думала, да, я думала о том, что, ну, мужчины все-таки козлы. Ну, типа, во-первых, женатые, да, мне встречались. Я думала, ну, козляры, ну, блин, ну, женатые, и очень у многих были маленькие дети, только-только, которые там рождались. Ну, я так говорю, очень у многих, как будто бы нет, ну, просто в моей истории, да, там, парочка. И я думала о том, что они козляры, и вообще нахрен эти мужчины нужны, потому что это же, я буду женой, это, получается, будет такая же история. Потом я думала, что мужчины еще жмоты, потому что как-то мне вообще не встречались какие-то щедрые нормальные мужчины, все время какие-то жмотяры. Мое было ощущение. И вот, когда я вот это достала все, я поняла, что с таким настроем, знаете, ты козу не продашь, да. То есть, если я изначально уже поставила крест, если я уже решила сейчас, что мужчины козлы, и иду на свидание с другим мужчиной с пониманием того, что он, скорее всего, такой же козел, и сейчас я разберусь, если он женат, то я ему вообще голову оторву, да. Ну, как бы, понимаете. И когда вот вы начинаете мысли свои вот эти доставать, и вы понимаете, что ваш настрой не даст вам возможность ничего изменить. С таким настроем козу не продашь. И тогда нужно понимать, что на самом-то деле есть и по-другому. Ну, точно не все козлы, ну, точно есть нормальные отношения, ну, точно. Значит, ты, это же ответственность, например, в любой ситуации, она же с двух сторон, да. Например, часто говорят, вот мой работодатель-козел, он меня уволил. Ну, я могу вам сказать, как работодатель, никогда не увольняют сотрудника, который несет золотые яйца. Значит, ты хуйненько работал. Значит, ты приходил на работу с моментом и ощущением «дайте денег», а не «что я могу сделать лучше». Значит, ты над собой не работал, значит, ты ценности не представляешь. А не представляешь, потому что ты относился к этому, знаете, как к зарплате, да, это как отношение между мужчиной и женщиной, где женщина ждет к мужчине только денег. То есть ей больше ничего от него не надо. Вот как бы и все. И когда вы начнете доставать свои мысли, вы увидите, вы сами увидите причину того, что у вас есть. И когда вы себя словите на фразе подобной, типа, меня опять обманывают, опять развод, что это опять со мной произошло, ну, не удивляйтесь, скажите себе, а почему я воспринимаю мир так агрессивно? Почему я считаю, что все меня разводят? Почему я этого жду вообще? С чего я взял? Ну, поверьте, такой подход даст вам в жизни значительно больше, значительно больше. И вам нужно просто переключить, вот этот рубильник переключить в другую сторону и перестать так воспринимать. И даже если какая-то ситуация, а знаете, есть момент инерции, да, то есть, например, когда вы садитесь на диету, то первое время вы не сразу худеете, ну, у многих такая есть тема, не сразу худеете, потому что есть еще момент инерции, организму нужно привыкнуть к перенастройке, и потом он начинает сбрасывать, а вначале он пугается, вы меньше едите, он начинает запас делать, да, типа, у него стресс, вот точно так же и у нас. Когда мы начинаем менять мысли, когда мы начинаем менять свою жизнь, это не происходит в одной части, о, а теперь все, теперь золотой дождь, я тут сказала аффирмацию, я богатый, и все, мне теперь дождь. Я же не говорю, что я бедная, нет, ребят, есть момент инерции, оно продолжается, но оно доходит до какой-то стороны, как мячик, знаете, а потом начинает катиться в обратную сторону. И я вам хочу сказать, что тело и мозг, не так, что история, связанная с нашими внешними изменениями и внутренними изменениями, она очень похожа. То есть здесь не работает история про то, что мне нужно быстро на вчера. То есть если вы приходите в зал для того, чтобы покачать пресс, завтра у вас были кубики, потому что вы едете на море, а до этого вы никогда этого не делали, то мы все понимаем, что это бесполезно. Точно так же и с мышлением. Если вы себе начинаете, типа, а через неделю будет, а через две будет, а через три, как многие мне считают, ну что, Ольга, ну когда новая машина, ну когда новая то, ну когда, ну ты же уже делаешь практики, мол, ну что? Это решение, которое вы принимаете на всю жизнь. То есть если я приняла решение выглядеть хорошо, то это не история про диету на два дня, это история про мой новый образ жизни. То же самое и с мыслями. Если я принимаю решение быть ответственной за свою жизнь и перестроить свою жизнь с энергетической точки зрения, и перестать пострадать, перестать притягивать в свою жизнь говно, перестать быть негативным человеком, значит, это навсегда. А если я принимаю это как новую программу, у меня не стоит задача, типа, там, вот к первому числу, чтобы у меня был какой-то там золотой дождь. Нет. Я уже понимаю, это мое внутреннее уже убеждение и спокойствие, что у меня все равно все будет. У меня будет тогда, когда нужно, потому что я для этого работаю каждый день. И мое тело будет тогда, когда нужно. Мне часто, а за сколько вы похудели? А, да ну не за сколько, ну не за сколько. Я просто изменила свой образ жизни с того, который я была тогда, на другой. Все. И все. То же самое происходит и с вашими мозгами, и со всем. Это происходит плавно. Это, ну, нельзя сказать, не к этому числу. К этому числу это плохо, потому что это как диета, знаете. Вы месяц терпите для того, чтобы сорваться. Ты месяц, например, питаешься как-то с мыслью о том, что когда этот месяц закончится, все. Вот тогда-то ты оторвешься, да, и потом люди поправляются в два раза больше. Вот здесь готовность и понимание должно прийти к тому, что я на самом деле хочу жить иначе. Я на самом деле хочу из этого вылезти. Я хочу научиться по-другому. Я хочу построить другую жизнь. И тогда у тебя включается кайф. У нас этот отдых, вот мы были на Мальдивах две недели, мы назвали его самым лучшим отдыхом в своей жизни, потому что мы работали каждый день с Сережей. Мы снимали огромное количество контента, мы очень много обсуждали, очень много поддержки оказывали, ну, потому что у нас марафоны-то идут без перерыва. И мы были очень счастливы этому, и мы разговаривали о том, почему нам не хочется отдыхать. Многие люди приезжают на отдых, да, и говорят, все, меня не трогайте. Но меня не трогайте – это история про то, когда я не люблю свою работу, когда я от нее устаю, когда она меня парит. Но когда я занимаюсь тем, что меня развивает и меня вдохновляет, то мне не нужно от этого отдыхать. Это есть часть моей жизни. То есть я сегодня занимаюсь тем, что со мной находится всегда. Мне не важно, в какой точке земного шара я нахожусь. И это не история про онлайн-бизнес, это история про призвание. Это история про то, что так должно быть, когда тебе хорошо от того, что ты делаешь, и тебе не нужно от этого отдыхать. Тебе наоборот, ты сидишь, у тебя голова работает, о, блин, класс, можно вот это сделать, можно вот это сделать. Я утром ухожу, например, на Мальдивах на медитацию себе, потом думаю, господи, надо сейчас ребятам в рерайтер записать видос, потом надо им голосовое написать, классно им сейчас будет, надо медитацию им сделать. Вот пошла, взяла петличку, микрофон, потому что, чтобы хороший звук был, раз сделала. То есть это история про то, что ты этим живёшь, и так должно быть в жизни, и так может быть у каждого. Что, так может быть? Может, да, так может быть. Это не история про везение, это история про то, что так может быть. И так бывает, и так происходит. Так, сегодня прослушала первый урок рерайтера, и уже полез страх, пока не пойму, как с ним справиться. Страх глобальный всегда в том, что нужно меняться. То есть страх лезет, что, господи, это мне теперь нужно по-другому. Нам страшны любые изменения. То есть любые изменения вызывают в нас страх. Знаете, это я вот, когда, например, почему я опасаюсь очень диет конкретных? Потому что, когда я говорю себе утром, что я сажусь на диету, у меня включается зверский аппетит, да, и всё, меня все раздражают. Я вижу букву и начинаю плакать, потому что я её не могу. Тут очень важно разговаривать с собой, очень важно себе объяснить, что я не устраиваю себе войну, наоборот. Я хочу себя узнать, я хочу по-другому, я хочу научиться, хочу открыть совершенно новые возможности. Есть разные моменты, как к этому приходят. Кто-то, знаете, я, например, моя методика, она не очень правильная, но я всегда шла от ужасного. То есть я настолько боялась жить жизнью, которой я жила, и тот опыт иметь, который у меня был, что меня это очень драйвило. Но говорят, что так вообще нельзя делать. Нужно больше просто думать о том, чего ты хочешь, нежели о том, чего ты не хочешь. Ну, моя методология раньше была такая. Она у меня работала, но раньше я развивалась по принципу такой, знаете, жёсткости очень сильной. Я вообще очень жёсткий человек, с жёстким характером и с сильной дисциплиной внутренней и внешней. И мне это очень помогает. Но раньше я себя прессовала жёстко и периодически входила от этого в состояние злобы, усталости на саму себя. Поэтому сейчас я так не делаю. И сейчас меня, конечно, больше мотивирует развитие, ну, вот как-то так. Но я всегда с собой разговариваю. То есть как только я чувствую какие-то блоки, я всегда с собой разговариваю. Я себе говорю, что такое, чего ты боишься, а что, какой самый плохой вариант может быть сейчас. Вот такой вопрос тебе задайте. Вот я так боюсь, а что, что самое плохое может случиться. Я себе всегда говорю, самое плохое может случиться, что ты махнёшь рукой на это. Ну, окей, ты имеешь на это право. Я очень плохо реагирую, например, на запреты. То есть вот ограничения, запреты. Вот нельзя это всё, мне сразу это надо. Поэтому я себе говорю всегда, ты всё можешь. Ты можешь в любой момент сказать нет, ты в любой момент можешь уйти, ты в любой момент можешь по-другому. И когда ты понимаешь, что ты всё можешь, тебе как-то так спокойнее живётся. Мне 50 – страх поменять работу. Тут, понимаете, вопрос не в том, чтобы поменять работу. Вопрос изначально в том, чтобы понять, чего вы хотите. Менять шило на мыло страшно, ну, глупо даже. А когда появляется, это как, вы знаете, отношения, да, например, уйти из семьи, просто разорвать отношения, которые не очень, немного стремновато. Но когда встречаешь кого-то, в кого ты влюбляешься, у тебя появляется мощная мотивация, да. Ты понимаешь, что ты, блин, ты так сильно влюблена. Даже если там не сложатся отношения, ну, это такое чувство офигенное, что ты ради этого чувства готов сейчас всё это сделать. Я пью пипси-колу. Так, тоже часто сравниваю отношения между партнёром и супругой. База отношений и позиционирование универсальна. Так, можно сейчас подключиться к рерайтеру? Да, можно. Сейчас подключиться к рерайтеру, подключаться к нему прямо сейчас. Мне приходят уведомления постоянно с оплатами. Просто, боже, вылазит на экран. Да, вы можете перейти по ссылке, присоединиться. Сегодня у нас только первый день стартовал, поэтому, конечно, да. Так, здесь хорошо, когда партнёр поддерживает это. Вы знаете, мы не можем зависеть от партнёра. Я вам скажу так, это офигенно, когда партнёр с вами на одной стороне. Но если это не так, то тут может быть два варианта. Первый вариант – это то, что он присоединится. Второй вариант – это то, что вы найдёте партнёра, который будет на вашей стороне. Поэтому вы всё равно выиграете. Так, слышала медитацию на деньги. Крутая, спасибо большое. Заметила, как многое уже начало меняться с момента, как я приняла решение записаться на марафон. Так, спасибо. Благодарю за марафон. Моя жизнь изменилась кардинально. Спасибо большое. Я очень рада, что вы меняетесь и что у вас есть такое желание. Ещё раз говорю о том, что я знаю, поверьте мне, очень прекрасно, насколько это непросто сделать первый шаг к этим изменениям. Я очень долгое время была трусихой и всё новое воспринимала в штыки. И вообще для меня любое новое действие, любой новый человек – всё это было совсем. Я вам скажу даже больше, что я до сих пор, например, когда ко мне подходят люди, я летела в самолёте, девушка была, сидела рядом с Сергеем, знала меня. Обратно я ей летела, девочка была тоже, две девушки меня встретили, узнали. И я до сих пор не могу к этим вещам привыкнуть. И как-то, когда ко мне подходит кто-то на улице, до сих пор испытываю некое такое ощущение, ну вот я на незнакомое реагирую, ну так, с осторожностью. Но тем не менее в жизни я активно сейчас внедряю всё это, потому что я понимаю, что единственный способ расти и развиваться, может быть, не единственный, но одним из очень крутых способов является именно обновление своей энергии. Вот, например, на этом отдыхе даже он у нас был не такой, как обычно. Мы очень много, у нас было движение. Это были Мальдивы, но мы постоянно арендовали корабли, делали ещё что-то, то есть тратили достаточное количество денег, которое могли не тратить, для того, чтобы свою жизнь сделать более динамичной, яркой и как-то по-другому ощутить это. Я могу сказать, что это очень классный опыт, очень круто, когда вы свою жизнь трансформируете, когда вы её двигаете, вы себя ощущаете по-другому, вы себя ощущаете хозяином, водителем. Я люблю быть за рулём, я люблю управлять процессом, и управлять жизнью – это тоже круто. Это гораздо круче, чем быть пассажиром, когда ты сидишь, и тебя, как я говорю, пьяный водила куда-то везёт. Почему пьяный? Потому что если вы в своей жизни не ставите целей, то ваша жизнь всё равно трусит. Но куда она вас бросит, никогда не знаешь, какое приключение она тебе сегодня подкинет, и очень часто это такие приключения, которые бы, ну их нахрен, лучше бы их никогда не было. Поэтому старайтесь, старайтесь сами задавать себе цели. Многие просят, да, люди просят фотографироваться. А вот я на обратном пути, когда летела, уже в Киеве на паспортном контроле, ко мне подошла девочка стюардесса, она училась у меня раньше, я даже вспомнила потом отзывы от стюардессы. И она подошла и говорит, Оля, а можно с вами сфотографироваться? А я, боже, капец, сутки в самолётах, я говорю, сори, я просто, я даже в зеркало на себя боюсь сейчас смотреть, мне нужно сфотографироваться. Вот, поэтому это приятно, конечно, но немножко меня уже стремает, что вроде как я не настолько ещё популярна, но постоянно есть люди, которые меня узнают. Вот, поэтому спасибо, когда вы меня узнаёте и не подходите. «Поскажите, можно ли делать практики на протяжении дня, отслеживать за мыслями, корректировать их, но без практик?» Спасибо за ответ. Ну, конечно, можно всё. Наше главное правило «можно всё». Вопрос просто, опять-таки, в интенсивности. Это, знаете, как, можно ли приседать в течение дня? Можно. Будет ли это хорошо? Да, будет, это будет лучше, чем вы не приседали. Но система всегда даст нам другой результат. Так, очень крутые медитации, вы именно энергии, что спасибо большое. Для меня, честно говоря, история с медитациями была очень неожиданная, потому что, когда я задумывала рерайтер, там не было медитации. И первый поток мы проводили, и только начался этот локдаун замечательный в прошлом году. И мы проводили, и я вживую вела ребятам, ну, предложила, хотите, я медитацию проведу? Ну, что это так? Они говорят, да, давай. И я вживую провела им одну медитацию, и мы весь марафон, я вела медитации вживую. Потом я их уже записала на студии. И когда я их вела, мне начали все говорить, как круто, как круто, как круто. И я даже почувствовала в себе, что, ну, как-то мне тоже нравятся эти медитации читать, нравится их как-то вести, нравится в них погружаться. И это для меня абсолютно новый навык введения медитации, потому что я никогда этого не делала раньше. Но мне очень приятно, что нравятся и мои медитации, потому что я и над текстами много работала, и нравится мой голос, в общем, и то, какую я музыку подбираю, потому что я тоже в этом плане извращаюсь. Так что это классно, я очень благодарна. Я уже в клубе, но в нем не менее сложно, но это сильный шанс, кто испытывает страх, нормально. Ну да, в клубе сложно, я согласна. Да, спасибо, вот прекрасная мотивация. Очень женственная и красивая, вы такая мыло-шоколадка, ой, надякую. Я вообще, знаете, такая приехала, я вам честно скажу, я даже краситься еще не начала, я привыкла уже там не краситься, и вот, чтобы вы понимали, у меня даже ресницы не накрашены. И я сегодня думаю, господи, вот эта новенькая привычка у меня такая, когда загоревшая, как-то мне тоже нравится. Спасибо. Голос действительно приятный, ой, спасибо, спасибо. Я на похвалу очень упадкая женщина. Так, я смотря, слушая вас, тоже стала по-другому мыслить, у меня появилась некая уверенность в себе, решила открыть свою студию, спасибо огромное. You are welcome. Я очень рада, что я имею такое воздействие на вас в том числе. Мне очень жаль, что я пока не могу с вами поработать в живых аудиториях, потому что я очень люблю работать с живыми аудиториями, очень люблю управлять большой энергией, и это дар, это уже дар. Если все остальное – это наработанные навыки, это дар, и мне бы хотелось его использовать сильно, потому что я знаю, как колбасит моя энергия, потому что она колбасит даже меня. Но на данный момент, как говорится, маем это еще маем, и поэтому будем работать. Спасибо. Вот и комплиментов наделали. Хорошо, друзья, мы будем заканчивать эфир, потому что он у нас уже пошел на второй час. Будем каким-то образом деречь людей, которые решат его посмотреть. Давайте подведем итог. Итог первый. Для того, чтобы не попадать в дурацкие ситуации, не нужно ждать этих ситуаций, не нужно создавать их в своей голове и проектировать. Помните, что вы проектор. Вы проектор. То, что у вас внутри, то у вас снаружи. Поэтому, если вам не нравится, что здесь, обратите внимание вовнутрь. Второе. Приходите на рерайтер жизни. Я всегда вам говорю, что рано или поздно вы здесь окажетесь. Приходите быстрее. Вы можете сегодня присоединиться, поток только начался, вы можете попасть еще в пробную версию. 5 долларов целых стоит пробная версия. И попробовать. Посмотреть, что это. Дать себе возможность. На Мальдивах 5 долларов – это полбутылки литровой воды без газа. Я научилась мерить. Или это 4 тампона Tampax из коробочки. Вот. Приблизительно так. Я очень хочу, чтобы Мальдивы стали вашей реальностью. Там точно стоит побывать. И вообще хочу, чтобы вашей реальностью стала классная, богатая жизнь. Потому что мы живем в материальном мире, он прекрасен. И вселенная не зря все это создала. И мы просто обязаны этим пользоваться. Это я вам точно говорю. Всю информацию о рерайтере жизни вы можете посмотреть в профиле. Всегда у меня в профиле есть ссылочка. Если кто-то не знает, что такое профиль, шапка, там где написано, вот кто я такая, вы можете зайти в гугл и написать «Ольга Ермилова, рерайтер жизни». И можете писать мне в директ. Куда хотите, я вам отвечу. Все. В клуб можно. Поток клуба стартует с понедельника следующего. Новый. Биг Клаб доступен всегда. Для тех, кто с клуба выпустился и хочет в Биг Клаб, возвращайтесь. Он всегда доступен. Мы вас там тоже ждем. Все, друзья мои. Спасибо вам огромное. Я вас очень попрошу. Я сейчас опубликую эфир. Не будьте жадинами. Напишите пару слов об этом эфире в знак своей благодарности, как я говорю, оплаты, для того, чтобы другие люди знали, смотреть его или нет. Я вам буду очень благодарна. Будьте богатыми, классными, счастливыми, красивыми, умными людьми. Это приятно. Это приятно. И не думайте о всяком говнище. Поверьте, что мир вас любит. Он хочет вам дать все самое лучшее. И все для вас. И если что-то происходит не по плану, знайте, что это не по вашему плану. Вы просто сегодня не знаете, почему это происходит. Но верьте, что это происходит к лучшему. С меня в самолете сняли часы, пока я спала. До сих пор загадка человечества. Мне было очень это непонятно, когда я проснулась без своих Apple Watch. Но тем не менее. Я нашла в этом тоже хорошую сторону, потому что я точно знаю, что точно не в этом счастье. А мне давно уже пора купить новую модель, потому что она уже вышла как пару месяцев. Всех обнимаю.